Всем привет! Сегодня я вам покажу интересный дизайн, который девушка придумала сама и мне о нем рассказала. Но сначала покажу, какие ноготочки пришли. Они были укреплены базой и сверху покрыты просто топом, прозрачным материалом. Средний пострадал больше всего, так как у него получились отслойки. Видимо, девушка ударялась. Вообще, я заметила, что средние пальчики страдают больше всего и у многих там появляются отслойки. Это за счет того, что они самые длинные и ими мы как раз таки все время ударяемся. У меня у самой точно такая же проблема, если я ношу длинные ногти. Если укорачиваю, у меня носится все намного лучше. Поэтому я сейчас сама хожу с короткими и вам показываю дизайны больше на коротких ногтях, так как мне с ними комфортно. Длинные наращивать я пока что даже не хочу. А тем более лето по катушке на велосипеде все равно занятие им спортом не позволяет носить длинные ногти, так как с ними просто неудобно. Если вы занимаетесь спортом, катаетесь на велосипеде, то пишите, какой длины у вас ногти мне интересны. Или это мои надумки, или действительно с короткими намного удобнее. Про фрезу, про которую я вам снимала целое аж видео. На самом деле, я ей сейчас пользуюсь очень активно. За счет того, что у нее плоская боковина, я спокойно опиливаю ноготки. На этих ноготках, там, где нет отслой, конечно же, я просто произвожу фрезой опил и оставляю, так как дизайн будем делать сегодня под укрепление. Точнее, мы сначала просто нанесем тонким слоем базу, а потом будем укреплять ногти. Но все по порядку. Фреза, на самом деле, для меня очень комфортная, удобная. Она не сильно большая, в то же время хорошо спиливает в меру. И для гид-лака она мне идеально подошла. Вот пока не затупиться, скорее всего, буду пользоваться, и как раз вы узнаете, сколько эта фреза у меня по времени прослужит. Дизайн мы будем с вами делать с помощью блесток на Алиэкспресс. Это очень интересные и красивые блестки золотого оттенка. Они были в наборе из нескольких штук. Я вам скажу, что зеленые, очень крутые, я уже использовала золото, частенько использовала. И еще какого цвета, я даже не помню, но этот набор, прям вот палочка-вручалочка, срок годности он не имеет. А это для меня огромный плюс, так как расход материала все-таки не такой большой, как у мастеров, которые работают на потоке. Тут основное условие такое, базу мы наносим тонким слоем, потому что блестки все-таки крупные, имеют толщину, и их нам надо просто хорошо запаковать. Дальше добавляю черные блестки, они тоже из наборов. Я на оба набора постараюсь вам оставить ссылочки, так как они проверены временем, лежат у меня уже давно, и пользуюсь я ими давно. Ничего с ними не происходит ни под базой, ни под топом. Ну и шабер мне в помощь, с помощью него можно, конечно же, нанести все точечно, более аккуратно, чем какой-нибудь кисточкой. И после того, как наносим, я прям перчаткой аккуратно блестки втаптываю в базу. Если база у вас особого липкого слоя не имеет, то лучше ее поменять на какую-нибудь другую. Та, которая более не агрессивная, нет, а именно имеет липкий слой. И тут фишка в чем. На одну руку мы наносили сначала золотые, а потом затемняли начало черным, а на другом мы попробовали нанести другим способом. Сначала нанесли черные блестки, а потом уже продолжили золотыми. Способ номер один, то есть на левой руке девушке понравился намного больше, затемнение получилось более аккуратным, более плавный переход. И смотрелись ногти как грязные, потому что кончики черные, они все равно как-то они прям не очень смотрятся. И после того, как мы уже нанесли блестки, сделали вот такой вот небольшой градиент. С помощью них, кстати, цвета можно использовать вообще любые. Все это дело мы закрепляем базой. Обязательно все хорошенечко промазываем, но не выравниванием, так как выравниванием мы будем и укрепление основное делать топом. Блестки, конечно, держат очень хорошо ногтевую пластину, но укрепление этим ноготкам надо, так как они клюющие и где-то как-то вот может что-то отбиваться. Ну и основной цвет у нас будет фиоры. Гирлак номер 2. Это красный, тот самый прекрасный, который самый ходовой у меня, но появился еще один цвет, который я вам позже покажу. Я прямо от него в таком восторге, на лето самое то. Но вот этот цвет, это классика и вот все его любят без исключения. На мизинце сразу скажу, что вот этот дизайн девушка рисовала. Мы потом рисовали за круглой линией и поняли, что мизинец вот просто вот с таким дизайном, он к общему никак не подходит. Если бы мы положили в серединку блестки и сверху сделали такой дизайн, возможно, все это бы сочеталось хорошо. Но так как мы этого не сделали, потом просто его закрасили и все. И смотрите, ту сторону, где у нас пустота от блесток, мы просто закрашиваем вот как голове вот захотелось, как в вашей руке захотелось. Вот как вы провели линию, так и закрашиваем. Главное, чтобы она была обтекаемой. Не сильно прямая, больше делайте изгиб, тогда он будет более красиво смотреться, чем сделала я. И вытягивайте кончики. Таким способом линии действительно смотрятся более изящно и вытягивают ноготок. Если сделать просто прямую, как я вам сейчас рисую, то вот что-то да не то. А когда я вытянула на втором слое вот эти кончики, получился совершенно другой эффект. И ноготочки мне, конечно, очень сильно понравились. Такой дизайн делать недолго. Дольше всего наносить гейлак с помощью кисточки. И, кстати, некоторые ногти мы хотели сделать просто с пустым пространством, но решили, что это смотрится не очень. Вот на левой руке, на безымянном, пытались мы сделать что-то закруглое, такое, заперченное. Но в конечном итоге не очень сильно понравилось, поэтому стерли. Ну и, соответственно, перекрыли просто полностью цветом, без всякого пустого пространства, и чтобы ноготок не просвечивался. И намного лучше получилось именно с полностью покрытым ноготком. Мы также сделали мизинец, потом указательный. Вот все прекрасно. Такой дизайн можно сделать на короткие ногти, на квадратную форму, на какие угодно. Он подходит просто всем. На длинных он будет смотреться просто феерично, за счет того, что можно сделать больше растяжку, более такой плавный переход цветов. А можно еще сделать и тройной переход цветов. Это тоже будет великолепно смотреться. Основной цвет поменять на любой, какой вам хочется, какой вам фантазии хватит, и какой будет сочетаться с блестками. И сначала мне дизайн вообще не понравился, потому что он какой-то странный. Вроде бы и с блестками красиво, но в то же время пустого пространства очень много. Но на деле, потом, когда мы все это выровняли топом, все изъяны более-менее убрали, получилось, конечно же, намного лучше. И конечный результат мне безумно понравился. Как я вам уже сказала, на короткие ноготки я бы с удовольствием такой дизайн сделала. Возможно, линии более изогнутые или более закруглые, не знаю, посмотрела бы на деле. Но в целом получилось очень даже прикольно. А на этом все. Спасибо вам большое за просмотр, спасибо за внимание. И такой дизайн, конечно же, пригодится. Тем более, можно сделать его вообще с неоновыми цветами, будет смотреться еще круче. Пишите свое мнение в комментариях, буду очень рада. Желаю вам всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, крепких и здоровых ноготочков. Пока-пока!